Лекция 83-го. Про феминизм. Ну, наконец-то. Давайте поговорим о феминизме. Где вы видели танец, в котором женщина ведёт мужчину? Ну, или хотя бы он и она равные партнёры? Даже в танго, так или иначе. Оба ведут в трависти-шоу, в триллере в каком-нибудь. Ведь все эти разговоры о феминизме и равных правах лишь от ущербности. Счастливая женщина не будет представлять себя равной мужчине. Или даже выше его. Только та, которая уже испытывает от этого дискомфорт. Которая сравнивает себя с мужчиной и чувствует отсутствие эйц. И старается их чем-то заменить. Феминизмом, злостью, ненавистью и прочими последствиями выброса тестостерона. Вы можете себе представить женщину несчастной или злой. Если у неё сегодня уже был секс, от которого она кайфанула реально, на самом деле тут всё взаимосвязано. Если у неё есть секс, то у неё высокий уровень эстрогена в крови, женского гормона, который регулирует и настроение, и даже лишний вес. Но наоборот, если у неё низкий уровень эстрогена в крови, то и секса у неё не будет. Она будет непривлекательна для мужчины. Вот так вот, как белка в колесе, замкнутый круг. Какой уж тут феминизм, к чёрту. А с чем там у вас проблемы с мозгами или с телом, ну, решайте сами. Но то, что проблемы есть, это факт. Женщины хотят быть использованы, как женщины, конечно же, а не как утюг. Чтобы ею пользовались, брали в охапку, наслаждались ею, восхищались, не могли оторваться. Просто социум это не приветствует, даже порицает. Женщина тоже должна быть человеком, личностью. Но поверьте, каждая женщина, личность в душе хочет быть использованной, как последняя проститутка. Или как кухарка, и так далее, и так далее. Потому что против женской природы не попрёшь, яйца не мешают танцевать. И вагину в пенис не засунешь, ну, как ты не старайся. То, что женщина теперь сама умеет засовывать себе в вагину разные штуки, получать от этого кайф, не делает её равной мужчине. А вот когда мужчина использует её, она чувствует себя женщиной. Проверено.